Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы уже, наверное, догадались, в эфире передача «Дом, в котором живет Бог». И мы с вами опять отправляемся в увлекательный мир церкви. Мы уже знаем с вами, как и зачем люди молятся. Напомню вам, что самым главным условием для этого является наше доброе и искреннее желание быть с Богом и общаться с Ним. Говоря о церкви, мы разделяли ее на две части. Земную – это мы с вами, и Небесную – это Богоматерь, святые и ангелы, которых мы всегда можем попросить о нас помолиться или передать наши просьбы Богу. Все это подводит нас к новой, не менее важной теме – теме богослужения. Именно о богослужении мы и будем сегодня говорить. Помните, в наших предыдущих передачах мы только и говорили о том, что такое молитва и что такое церковь. Напоминаю вам, что церковь – это место особого присутствия Бога. А молитва? Молитва – это наш человеческий способ общения с Ним. Ну что, вспомнили? Так вот, то же самое происходит и на богослужении. Мы встречаемся с Богом в храме для общения с Ним. Только теперь мы делаем это не в одиночку, а все вместе. Нашей личной молитвой мы можем молиться и в одиночестве, когда захотим. А вот богослужение – это уже не молитва каждого по отдельности, но общая молитва. Как хор, состоящий из множества голосов. И каждый, входящий в храм, присоединяет к нему свой голос. Кстати, это очень важно, что мы участвуем в богослужении вместе. Тем самым мы становимся ближе и к Богу, и друг к другу. Что, непонятно, почему ближе к друг другу? В таком случае я дам вам маленький урок геометрии. Вот смотрите, точка в центре – это Бог. Центр и смысл всей жизни христианина. Точки, расположенные в круге на разном удалении от центра – это все мы, люди. Мы обращаемся к Богу в молитве, устремляемся к Нему, и расстояние между нами, точками, и центром, Богом, сокращается. Но смотрите, одновременно сокращается и расстояние между отдельными точками. Они становятся ближе друг к другу. Так же и мы. Приближаясь к Богу, мы приближаемся и друг к другу. Удивительно, не правда ли? Вот какую возможность нам дает общая молитва, которая совершается на богослужении. Кстати, именно так переводится с греческого языка название главной церковной службы – литургии. Общее дело. Что еще особенного в богослужении? Да то, что оно всегда имеет свой порядок. Ведь каждое чтение, каждое пение молитв или различные действия, например, чтение Священного Писания – все это происходит по своим особым правилам. Эти-то правила в церковной среде получили особое название – богослужебный устав. Богослужебный устав – это особые правила ведения церковной службы. Итак, подведем первый итог того, что мы сегодня узнали. И дадим определение церковному богослужению. Богослужение – это общая молитва верующих, которая совершается по определенным правилам. На самом деле в церкви существует много разных видов богослужений для самых разных целей. Вот только для примера. Когда мы хотим, чтобы Бог был с нами в дороге, то служит молебен о путешествующих. А когда хотим помолиться о наших усопших родных, то мы приходим на панихиду. Но это, конечно, далеко не все. Есть и другие виды богослужений. Мы с вами постепенно со всеми с ними познакомимся и узнаем, что к чему. Я догадываюсь, что вы хотите задать вопрос. А в чем же, собственно, смысл богослужения? Зачем оно вообще нужно? Попробую на этот вопрос ответить. Можно сказать, что смысл богослужения состоит в нашей встрече с Богом и общении с Ним. Мы приходим к Нему в гости, в Его храм именно для этой встречи, которая происходит каждый раз, когда совершается служба. А теперь, когда мы знаем, что такое богослужение и какой в нем смысл, нам необходимо сказать и о том, кто его совершает, а именно о священнослужителях. Для этого внимательно приглядимся и прислушаемся к тому, что происходит в храме во время службы. Вот мы видим диакона. В руке он держит кадила. Им он кадит цветы и иконы и весь храм. А вот священник. Он громко, нараспев, произносит какие-то особые слова. Конечно, человеку, совсем незнакомому с миром церкви, все это покажется в диковинку. Однако мы-то с вами уже знаем, что за всеми этими действиями скрывается молитва, обращение к Богу, наши просьбы к Нему. Это молитва Церкви земной к Церкви небесной, и она совершается священнослужителями. Но совершают они ее не от себя лично, а от имени всех присутствующих в храме. Почему же только священнослужители могут так молиться? От имени всей Церкви. Дело в том, друзья, что священнослужители – это не совсем обычные люди. Всю свою жизнь и все свои силы они отдают Богу и Церкви. Если хотите, это и есть их основная работа. Но для того, чтобы устроиться на такую работу, одного желания мало. Поэтому будущий священнослужитель торжественно посвящается в сан. Рука полагается. То есть ему на голову кладут руки старшие священники или архиереи. И он получает особое благословение от Бога на служение. Таким образом, священство – это дар Божий человеку для совершения молитвы от лица всех верующих. Ну что, друзья, наверное, пора подводить итоги нашей сегодняшней встречи. Что же мы узнали сегодня о жизни Церкви? Во-первых, что богослужение – это общая молитва, в которой принимает участие вся Церковь, и которая совершается по определенному порядку или уставу. Смысл богослужения заключается в нашем общении с Богом, а также в молитвенном объединении всех, кто участвует в службе. Ну и, наконец, совершать богослужение могут только священнослужители, так как им дана особая благодать от Бога и право молитвы от лица всех верующих людей. Вот так, друзья, и, пожалуй, на сегодня это всё. Ну а если для вас что-то из нашей сегодняшней передачи осталось непонятым, пишите на наш сайт. Его адрес вы сейчас видите на своих экранах. Ну а я, диакон Сергий Борицкий, на этом прощаюсь с вами. До скорой встречи. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok